Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление правительства о применении с 1 января 2007 года на территории края социальной нормы потребления электроэнергии. Превысив эту норму, потребитель должен платить по завышенному тарифу. Подробнее о том, как будет действовать нововведение, нам рассказал начальник отдела ЖКХ Славянского района Александр Головинов. Принятый с 1 января 2017 года закон о введении социальной нормы на потребление электроэнергии начнёт применяться в Краснодарском крае с 1 июля этого года. Первую половину года до 1 июля на территории Краснодарского края тариф остаётся тот же, что в рамках социальной нормы. Как раз для того, чтобы люди смогли за этот период сходить в свои энергосбитовые компании и уточнить количество проживающих. Может быть у кого-то должным образом оформлены электроплиты или домовладение отапливается электроотопительными приборами. Что такое социальная норма на электричество? Это рассчитанный объём электроэнергии, который необходим человеку для повседневной жизни. Цена за киловатт в рамках социальной нормы будет одна, а если человек расходует больше, то тут предусматривается уже повышенный тариф. Социальная норма потребления электричества коснётся в первую очередь владельцев больших домов и тех, у кого в квартире прописан один человек, а фактически проживает гораздо больше. Тариф в рамках нововведения составит 4 рубля 44 копейки. За её пределами 6 рублей 22 копейки. То есть стоимость энергии, потребляемой сверх социальной нормы, увеличится на 40%. Сама же месячная соцнорма за электроэнергию на Кубани составит 250 киловатт на одиноко проживающего человека. К этой базовой норме на второго зарегистрированного добавляется ещё 60 киловатт, на третьего – 40. Также размер соцнормы будет зависеть и от степени износа дома. Хоть частные домовладения или многоквартирные со степенью износа более 70%, у них тоже для них установлены свои социальные нормы. Но эти социальные нормы можно уточнить у своих ресурсоснабжающих организаций, то есть в НЭСК-сбытии или Кубани-энергосбытия. Как отмечают в региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края, большинство жителей даже не заметят изменений. Примерно 70% населения края уложится в установленную норму. Для среднего дохода жителей эта социальная норма не коснётся. Скорее всего, это коснётся больших домовладений и именно те домовладения, которые много потребляют электроэнергии. Что касается льготников, пенсионеров, многодетных семей, семей с инвалидами, с детьми на попечении, то на них в первый год действия этот закон не распространяется. Социально незащищённую категорию людей он затронет лишь в 2018 году. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа События.